В эфире программа «Лицом к лицу». Я Евгений Агарков. Здравствуйте. Украина будет поставлять в Турцию 120-мм танковые ракеты. Ствольные управляемые ракеты «Конус», предназначенные для стрельбы из танковой, способны поражать цель на расстоянии до 5 км и пробивать 800 мм брони. В госконцерне «Укороборонпром» говорят, что первые партии поступят в ближайшие недели. На эту тему не только говорим со старшим научным сотрудником The Potomac Foundation Денисом Гураком. Денис, рад вас приветствовать в нашей студии. Я так понял, что первые поставки, о которых уже заявил «Укороборонпром», это, я так понимаю, первый этап реализации контракта. Что дальше будет? То есть контракт будет цельным. Нельзя сказать, что это первый этап, можно сказать, что это начало. Суть его в том, что есть программа строительства турецкого танка «Алтай», и в нем будет стоять украинская ракета. То есть на первом этапе строительства танка его будет заказано где-то около 1000 единиц, если я не ошибаюсь. Сколько в целом контракт предусматривает? Ракет? Нельзя сейчас сказать, потому что, ну, то есть это еще там, ну, во-первых, это коммерческие тайны, во-вторых, там есть нюансы по спецификациям. Ну, скажем так, это будет очень большой контракт. Представьте, 1000 танков, и для них нужны противотанковые ракеты в каждом танке по несколько единиц в комплекте. Все эти ракеты, и они должны быть взаимозаменяемы, то есть должны быть некоторые запасы сделаны. То есть это, на самом деле, это очень большой, интересный контракт. Ну, то есть есть вариант, что будут со временем и продолжения какие-то, потому что понятно, что ресурс будет использоваться. Да, однозначно. Если противотанковая ракета уже интегрирована в ствол какого-то вооружения, это значит, что весь софт, вся система вообще наведения настроена под это, да. То есть это не просто, это достаточно сложные вещи, которые не так просто заменить. Если уже система вся обслуживания поставок этих ракет налажена, то поменять поставщика в такой серьезной большой программе, обычно страны так не делают. Это значит, знаете, такая привязка стратегическая на очень длительный период, пока этот танк будет существовать, на самом деле. Скажите, я так понимаю, что и прицелы, соответственно, какие-то будут идти в комплекте с этими ракетами, то есть они тоже будут разрабатываться? Прицелы турецкие. Турецкие идут прицелы. Создаваться ракета будет на наших мощностях, или подписан договор, может быть, с турецкими мощностями на их территории? Скорее всего, есть обязательства. Мы пока этого не знаем, то есть это не оглашено было, но, скорее всего, в таких больших объемах есть обязательства частичной передачи сборки, потому что это тысячи единиц ракет. Это нормальная практика. Например, Турция для нас передает возможность сборки радиостанций, которые поставляются сейчас для наших вооруженных сил турецких, для возможностей сборки в Украине. Это так называемое оффсетное обязательство, это нормальная мировая практика. Ну вот я смотрю просто, что есть договор, подписанный с турецкой государственной корпорацией МКЕК, да, сокращенно так называемый. Вот это сотрудничество с этим МКЕК, который звучит как в аббриатуре, даст ли нам какие-то преимущества в сотрудничестве с другими странами, к примеру? Да, конечно. Это значительная сделка, которая будет видна на мировом рынке вооружений, потому что программа вообще турецкого танка видна на мировом рынке вооружений, потому что не так часто страны создают новый танк, не так много стран могут создать вообще танк, поэтому большое внимание к этому есть. И для Украины это еще одно подтверждение того, что наши вооружения, они очень конкурентоспособны на мировом рынке, в том числе и как одна из самых ходовых сейчас позиций, это противотанковые управляемые ракеты. Но учитывая вот калибр ракеты, да, 120 миллиметров, и учитывая те танки, с которыми, например, куда поставляют турецкие ПК, то есть это может быть, я так понимаю, что Юго-Восточная Азия и Ближний Восток, может ли в перспективе вот эта, допустим, ракета наша поставляться и в эти страны? Может, конечно, но сейчас Турция будет производить танки для себя, потом, конечно, она будет развивать в том числе экспортные возможности. То есть здесь для нас, конечно, это не только турецкий рынок, но на самом деле это весь мировой рынок, куда могут потенциально потом поставляться турецкие танки. Здесь, конечно, есть один нюанс в том, что Украина тоже производит танки и предлагает их в разные страны, здесь мы конкурент. Поэтому тут, конечно, необходимо будет согласовать это с нашей государственной политикой и стратегией вообще продвижения украинских вооружений на мировом рынке. Денис, я бы хотел еще обсудить с вами вообще тему украинского экспорта, украинского вооружения и понимать, насколько Украина сейчас, вот можно отнести производство оружия к сильным сторонам Украины, как вообще для того, чтобы занять определенную нишу вооружения на мировом рынке, насколько мы готовы поставлять. Потому что понятно, что до войны это было как бы достаточно прибыльным сектором для Украины. Как ситуация поменялась с началом войны? Давайте попробуем оценить для начала вот этот момент и затем поговорим детальнее о том, кому Украина продает оружие и кто на этом данном случае зарабатывает. С начала войны прошло уже ни много ни мало 5 лет, поэтому достаточно много всего изменилось для Украины на рынке вооружений. Если до войны мы поставляли в основном отремонтированную продукцию со складов, которые были в Украине, которые они использовали с нашими вооруженными силами, то после войны мы больше не смогли это делать, потому что стало незаконно, во-первых, а во-вторых, нужна техника для украинской армии. Соответственно, Украина опять начала производить и разрабатывать системы вооружений, которые необходимы в первую очередь для защиты себя, во-вторых, которые необходимы на экспорт. Также очень большой рынок для нас – это рынок обслуживания техники, которая есть в мире. Здесь мы прямой конкурент России и можем полностью их заместить. И в этом состоит украинская стратегия продвижения вооружений. Мы ничем не хуже, но учитывая, что не было нормальной государственной политики до 2014 года, мы, конечно, позиции немного сдали на мировом рынке вооружения. Но, в принципе, начиная с 2014 года была конкретная государственная политика продвижения, в том числе на мировой рынок, тех систем вооружения, которые производятся в Украине с нуля и которые используются в войне против России на Донбассе, что является очень большим конкурентным преимуществом, потому что они использованы в бою. Это очень большой фактор, который, понятно, влияет на любое вооружение. Потому что много стран, которые их производят, понимаем, что воин не так много в мире, и они не так часто испытываются, тестируются в реальных боевых ситуациях, а не просто на учениях. Поэтому у Украины все еще продолжается очень хороший период, в котором есть уникальный шанс нарастить свое присутствие на мировом рынке вооружений. В первую очередь в тех странах, где мы конкурируем с Россией, это страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, во вторую очередь в странах НАТО, предлагая себя как индустриального партнера по производству какой-либо техники, комплектующих, разработок и так далее. Это позволит, в свою очередь, ближе интегрироваться с НАТО. Ну и, в принципе, это должно являться ключом вообще украинской стратегии геополитического влияния. И это то, базируясь на чем мы можем вообще наше геополитическое влияние в принципе осуществлять. Это главный вообще козырь Украины, на самом деле, в мировой политике. Скажите, вообще реально вытеснить, например, Украине с нашими мощностями Россию с этого рынка? Если, допустим, в этом же контексте объединиться с Соединенными Штатами Америки и учесть наши мощности, которые у нас есть. Абсолютно реально. Это именно то, что нужно делать. И это то, что делается не так, как хотелось бы, но есть предпосылки того, что это начнет делаться намного активнее. Ну вот в 2015 году президент Украины поставил цель для украинской оборонки. Это вот топ-5 мировых экспортеров оружия. Это реально? Абсолютно. Ну вот посмотрите на Турцию. 20 лет назад вообще не было обороны промышленности. То есть ничего не производилось. Сейчас Турция производит и продает больше, чем Украина. То есть, ну, это Корея тоже то же самое. А Украина с 50-х годов и до сегодня является центром мировых разработок оружия, в принципе. То есть мы можем разработать любую систему, начиная от самых простых систем радиосвязи, заканчивая межконцентральными баллистическими ракетами, которые здесь и разрабатывались, и производились, и до сих пор могут на самом деле производиться. То есть вы понимаете, насколько это большой комплекс компетенций должен существовать у страны как такой. И он все еще существует у Украины. Он существует, да. Но, тем не менее, некоторые разработки мы покупаем. Там средства связи у той же Турции был подписан несколько лет назад большой договор. Скажите, у Украины сейчас есть какие-то ограничения на экспорт оружия в какую-то из стран мира? Конечно. Мы, на самом деле, Украина одна из вообще не так многих стран мира, которая четко придерживается всех правил экспорта, которые установлены международными режимами контроля за вооружением. То есть те подсанкционные страны, которые приняты в ООН, в Европейском Союзе и в США, в принципе, мы с ними всеми не сотрудничаем. То есть это зависит от того, от санкционной политики мировой, скажем так. Это не потому, что конкретно там Украине запретили поставки. Давайте поговорим о том, что именно сейчас у нас отправляется на экспорт и кто на этом зарабатывает. Я так понимаю, ну вы просто перед эфиром мне несколько слов сказали, что мы не только поставляем цельные, да, ну как бы готовое производство у нас идет уже полноценных там танков и тому подобное, но и на запчастях мы, я так понимаю, зарабатываем. Да, ну то есть вообще модель рынка состоит в том, что большинство дохода приносит обслуживание техники. То есть для Украины это где-то 80 на 20. 80% это обслуживание, это ремонт и модернизация, поставки запчастей. 20% это готовая продукция. Из готовой продукции что мы и кому поставляем? Ну на самом деле это очень большой спектр, потому что мы входим в десятку стран все еще. В прошлые 5 лет поставки готовой продукции упали из-за объективных причин, потому что готовая продукция в основном нужна для наших вооруженных сил. Во-первых, да, и мощности производственные, они как бы тоже не наращиваются за один день, потому что на самом деле с 2014 году приходилось делать все практически с нуля, потому что очень много производственных мощностей были или закрыты, или заморожены. Во-вторых, на самом деле, то есть больше есть запрос на мировом рынке все-таки на ту продукцию, которую мы раньше производили, потому что то, что мы производим сейчас для себя, оно еще, то есть или не введено полностью в эксплуатацию и в системное производство серийное, или оно еще не протестировано в бою. Соответственно, ну то есть если говорить о конкретной технике, в основном это бронетехника. Украина очень известна в мире своей бронетехникой, бронетранспортерами, БТР-3, БТР-4, танками, Т-80, Т-84, оплот, которые на самом деле по всему миру есть и которые очень известны. Во-вторых, это ракетная техника, в-третьих, это авиационная техника, то есть как вертолеты, так и самолеты, транспортная авиация, и также это двигатели для авиации, и в принципе остальная техника это радиоэлектроника, радары, и системы подавления, РЭП, и также морская техника, то есть во всех секторах оборонной промышленности Украина присутствует и поставляет готовую технику за границей. Ну вот есть статистика информации о том, что в начале конфликта на Донбассе Украина продавала авиацию, вот в 2014 году в Хорватии отправили 5 самолетов МиГ-21, еще МиГ-29 в чат ушел, Беларусь получила 6 Ми-8, в 2005 еще 5 вертолетов Ми-24 в Южный Судан, и вот с тех пор, согласно официальным данным, авиация не продавалась. Ну, учитывая то, что она сейчас не используется на Донбассе, эта авиация, ну, почему мы не можем продавать? Идет все на запас, как говорится? Ну, во-первых, Украина не производила готовые истребители и вертолеты, а в Украине всегда были мощности по ремонту. Это не значит, что мы их не можем производить, но, во-первых, надо отремонтировать и модернизировать все то, что есть у нас в вооруженных силах, и опять же, мощности производственные не всегда позволяют. Во-вторых, то, что та техника, которую вы перечислили, это была техника именно тех стран, которые поставляла сюда для ремонта в том числе. Когда началась война, то есть Украине пришлось, опять же, наращивать мощность и производство для модернизации своей техники. Поэтому по авиации и ремонтам готового вооружения есть небольшое падение, но оно полностью скомпенсируется тогда, когда Украина сделает часть работы для себя и сможет принимать новые контракты для себя. Во-первых, а во-вторых, когда наконец-то начнут продаваться самолеты Антонова. И я надеюсь, что это будет очень скоро. Денис, я благодарю вам за ту информацию, которую вы рассказали нашему зрителю. Я напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был старший научный сотрудник за потомок фундейшн Денис Гурак. Я Евгений Огарков. Говорим, до встречи на UATV.